В период ледостава на водоемах республики создается опасная обстановка. Накануне инспекторы по маломерным судам провели очередной рейд по Волге, чтобы напомнить любителям зимней рыбалки о правилах безопасности. Вместе с ними на лед вышла и наша съемочная группа. Выходные на Волге можно встретить не менее 200 человек. Из них примерно четверть любителей покататься на снегоходах. Немало и других спортсменов-экстремалов. Также развиваются новые виды спорта, как кайтинг, серфинг. Если раньше они только в летний период на волнах скакали, то теперь они зимой выходят с этими парусами, кайтами, похожими на парашют. И тоже в выходные, праздничные дни можно наблюдать десятки кайтов, которые здесь катаются по Волге. У берега толщина льда больше 40 сантиметров. Она считается безопасной. И если сноукайтеры соблюдают все правила, то не рискуют провалиться. На их фоне лыжники, переходящие на другой берег, и рыбаки уже выглядят своеобразными хранителями старых добрых традиций. Часто идут не за уловом, рыбачат для души. Ну, в удовольствие клев. Рыбу вытаскивать в удовольствие, когда попадает. А много рыбы-то? Нет. Сегодня три штуки всего. Среди любителей подлёдного лова встречаются и дамы. Надежда Шоркина увлеклась этим еще в детстве. Теперь свою страсть к рыбалке описывает чуть ли не поэтическим языком. Это прежде всего здоровый образ жизни. Ходишь 7-8 километров пешком. Иногда снега много, тяжело ходить. Но азарт рыбацкий заставляет идти. Заставляет искать места, судака искать. А когда клюет, замирает сердце, трепещет душа. Мы люди, которые живем на природе. Мы связаны с природой. В ходе таких рейдов инспекторы проводят мониторинг опасных участков и проверяют толщину льда. Ближе к середине Волги покров тоньше. Примерно 20-25 сантиметров. Напоминают рыбакам и о мерах безопасности. По словам спасателей, участниками ЧП обычно становятся не мирные рыболовы-любители, а выезжающие на лед автомобилисты. С начала года провалились уже 4 машины. В минувшие праздники едва не поплатили за свою беспечность трое любителей зимней рыбалки. Порыбачить они решили на своем автомобиле. Но внедорожник провалился под лед примерно в километре от берега. К счастью, вода остановилась на уровне кабины. Водитель и двое пассажиров успели выбраться наружу. Незадачливых рыбаков спасатели на снегоходах перевезли на берег. А на следующий день вытащили из воды автомобиль. На многих участках есть подводные течения. Это усиливает опасность провала под лед. Сотрудники ГИМС предупреждают, что во время рыбалки не следует пробивать рядом несколько лунок и собираться в одном месте большими группами. Дмитрий Шаров, Михаил Солин. Вести Чебоксары. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова